Добрый день, уважаемые участники группы Тимми! В эфире очередной выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы в комментариях, а я постараюсь найти на них ответы. Это не всегда получается, но по возможности я стараюсь ответить на все, о чем вы спрашиваете. Итак, начинаем! Вопрос Великолепный век тоже снимали несколько лет, и у него не было столько поклонников, сколько есть Пуэртугрула. Великолепный век – один из самых популярных сериалов Турции, и поклонников у него много, причем не только в Турции, но и за рубежом. Очень многие начали смотреть турецкие сериалы именно после Великолепного века. Что касается сравнения с Эртугрулом, Эртугрул смотрит та часть населения, которую обычно сериалы вообще не смотрят. То есть он охватил новых зрителей. В этом смысле, да, конечно, у Великолепного века такого успеха не было, но в принципе Великолепный век был суперхитом. Вопрос Как снимают эмоциональные сцены в турецких сериалах? Разрешается ли слушать грустную музыку актерам во время самой съемки, чтобы, слушая музыку, актер начал плакать, и это все снимала камера? Нет, ничего подобного нет и никогда не было. На самом деле существуют определенные техники, по которым актер может заплакать, даже не испытывая никаких чувств особых в кадре. Это в любом институте актерском обучают, поскольку в Турции не очень распространены такие профессиональные учреждения, где можно научиться, то учат прямо на съемочной площадке, как правильно плакать и так далее. Есть актеры, которые родились актерами, которые могут выдавить из себя любые эмоции. Могу привести пример не турецкий, но очень показательный. Когда Вячеслава Тихонова во время съемок фильма «Белый бим. Черное ухо» попросили заплакать, он спросил, из какого глаза нужно, чтобы слезла текла. Ему режиссер сказал, из правого. И через три минуты он уже из правого глаза пустил слезу, как положено. То есть для профессионального актера высшей категории это не составляет труда. Он владеет своим телом настолько. Еще один пример Чаатайо Лусой. Во время съемок сериала «Я назвала ее Фериха». Когда входил в состояние гнева его персонаж, у него расширялись зрачки. Это очень хорошо заметно во время съемок. Дело в том, что когда светят софиты в глаза, то наоборот зрачки сужаются. Это нормальная физиологическая реакция у человека, но актер может себя ввести в такое состояние, что буквально полностью уйдет в образ и перестанет воспринимать окружающую среду, в том числе и чисто физиологические какие-то моменты, вроде яркого света. Но для этого, естественно, актер должен быть очень хорошим актером. Просто средний актер так сыграть не сможет. Вопрос. А раз бы Луты и Немли, к какому классу относится? К суперзвезде или просто звезде? В прошлом выпуске я уже затрагивала вопрос, что такое суперзвезда в Турции. За редким исключением, например, как Бурак Ощевид, обычно суперзвезда турецкая – это актер, у которого есть несколько суперхитов. Вот и все. Очень простая арифметика. Если у тебя есть несколько крутых сериалов, в которых ты обязательно снимаешься в главной роли, ты суперзвезда. И не важно, что есть провалы у любого актера. Опять же, за редким исключением, но такие тоже есть. В карьере обязательно есть провалы. Главное, главное, чтобы в карьере были суперхиты. Что касается Араса. Долгое время у него в карьере были суперхиты, но он там не был главным героем. Например, свою карьеру он начал в сериале «Опасные улицы». Это такой аналог ментов российских, который идет уже много-много лет. До сих пор идет и до сих пор имеет хорошие рейтинги. А Арас там сыграл небольшую роль, но это был суперхит. И есть суперхит, в общем-то. Затем он снялся в бесценном времени. Этот сериал является одним из лучших сериалов турецких. И он там сыграл второстепенную роль, но достаточно важную роль. Но, тем не менее, опять же не главную. Затем он играл в «Великолепном веке». «Великолепный век» — это еще один суперхит турецкий, но опять же не главная роль. Очень важная, но не главная. В главной роли он был в сериале «Морал» вместе с Хазал Кая, но, к сожалению, сериал не выстрелил, он не был хитом. Затем сериал «Внутри», но там опять же он был на второй роли, на первой был с Чаотай Улусой. И вот, наконец, Чукур, где он основной актер и основной упор делается именно на историю Ямачо. После Чукура Арас может считаться полноценной суперзвездой турецкой и уже с полным основанием считать себя таковым. Дальше посмотрим, как сложится его карьера. Я не думаю, что будет правильно для него застревать в одном и том же образе на 3-4 года. Это не очень хорошо, ему нужно развиваться, ему нужны новые хиты, новые работы. Но телекомпания «Айя Пэм» хочет продолжать Чукур, потому что это действительно большой успех для Айя Пэм. Уйдет он из сериала или останется — это вопрос, который я сейчас не буду затрагивать, он и очень интересный. Посмотрим. Но в любом случае Арас уже суперзвезда. Вопрос. Скажите, будет ли второй сезон сериала «Султан моего сердца»? Первый как-то закончился, не очень понятно, много не досказано. Дело в том, что «Султан моего сердца» — это совместное производство русско-турецкое. В Турции его показывали летом и рейтинги были очень маленькие. Когда рейтинг плохой, то обычно сериалы заканчивают с комков, поэтому конец получился не очень хорошим. Но на самом деле, поскольку это русско-турецкое производство, то для российских зрителей делали отдельный финал и его будут показывать. То есть это не второй сезон, это просто продолжение того, что не было показано в Турции. Я надеюсь, что закончится все хорошо. Но посмотрим. Вопрос. В Турции всегда существовали рейтинги, и это мы просто об этом сейчас узнали. Да, совершенно верно. Рейтинг в Турции — это основное мерило, которое позволяет производителям определить, хороший ли сериал они снимают. И в первую очередь рейтинг нужен для рекламодателей, чтобы они решили, давать деньги на этот сериал или не давать. Так всегда было, поскольку сериалы не имеют государственного финансирования, кроме сериалов первого телеканала. Остальные существуют только за счет рекламодатели, а рекламодателям нужно знать, во что они вкладывают деньги. Все очень просто. Вопрос. Правда ли, что Демет Аздемир и Джан Яман поссорились? Ходили такие слухи, мол, они поссорились, не разговаривают и только встречаются во время съемок. Но на днях они выложили очень милое селфи, совместное, как бы опровергнув эти слухи. Вопрос. Когда выйдет сериал «Воссоединение» и сколько будет серий? Сериал «Воссоединение» уже вышел, у него очень хорошие рейтинги и очень много людей хвалит сериал. То есть он, скорее всего, останется до конца этого сезона. Посмотрим, как пойдет дело дальше. Какие будут прогнозы, какие будут рейтинги у сериала. Но поскольку он идет на первом, до мая или даже до июня он будет в эфире точно. А дальше уже будет зависеть от того, насколько он понравится зрителям. Вопрос. Какие перспективы у Иркана Мерича? У него нет предложений. Чем он сейчас занят? Есть у него предложения или нет, это может сказать только сам Иркан. Я не знаю. Но он не снимается. То есть, видимо, не получил достаточно интересных предложений, которые могли бы ему понравиться. И сейчас он в основном занимается своим рестораном. Он открыл свой ресторан. Вопрос. Когда будет второй сезон сериала «Защитник» и кто будет в касте? Второй сезон сериала «Защитник» уже снят. Его снимали еще летом. Поэтому будет в касте неправильно говорить, кто был в касте, скорее правильнее сказать. Остались все старые герои, кроме Мехмета Куртулуша, поскольку Масхар умер в первом сезоне. То есть, будет Чаатай, будет Айча Айшин Туран, Акан Ялобык и Хазар Эргючлу во втором сезоне. Также прибавится Энгин Астюрк, который сыграет роль то ли его брата, то ли его кузена. В общем, какого-то родственника. Появится Баран Кузум и Мурчин Терзеоглум. Эти персонажи будут во втором сезоне. Когда выйдет сезон на экраны, пока не ясно, поскольку были слухи, что в связи с тем, что принято решение делать третий и четвертый сезоны, сейчас переснимают финал второго сезона, чтобы была возможность продолжить дальнейшую историю. И если это действительно так, то, наверное, они немного отложат выпуск второго сезона, поскольку все-таки есть ли съемки, потом монтаж, спецэффекты и все остальное. То есть, это займет еще какое-то время. Но, предположительно, выход либо в конце мая, либо в начале июня. Это было сказано до того, как объявили о третьем и четвертом сезоне. То есть, возможно, еще и о тот длинном сроке. Вопрос У Чаатая нормальных сериалов нет, только «Защитник» и то компания турецкая. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под нормальными сериалами. Вообще-то, Чаатай до последнего времени являлся турецким актером. Естественно, он снимался в турецких сериалах. В отличие от большинства своих коллег, у него очень определенная четкая позиция. Он не снимается два раза в одном и том же образе. То есть, он предпочитает работать во многих жанрах. Если его первый сериал «Ферри Ха» был психологической драмой, второй – это молодежная история, третий – это история криминальная, полицейская, и четвертый – «Защитник» – это уже фантастика. Исходя из этого и исходя из того, что «Защитник» уже стал достаточно популярен в мире, я думаю, что он дальше будет уже сниматься в международных проектах. Во всяком случае, такая информация есть, что у него контракт с Netflix, у него контракт с голливудскими платформами, голливудскими производителями. И дальше он будет уже сниматься в том, в чем, наверное, вы привыкли. То есть, в американских сериалах, в американских фильмах. Но пока это все-таки турецкая звезда, не забывайте об этом. Вопрос. Сериал «Обещание» – это пропаганда или патриотизм? Патриотическая пропаганда. Ну, это скорее шутка. На самом деле пропагандой занимается государственный телеканал ТРТ-1. Там выпускают сериалы вполне определенного направления, в которых проводится государственная политика Турции. На коммерческих каналах, в том числе и на СтарТВ, где выходит сериал «Обещание», обычно занимаются коммерческими делами. То есть, они показывают то, что интересно публике. Турецкая публика очень любит смотреть про своих солдат. Я думаю, она не единственная в мире такая. Во всем мире снимают кино про солдат. И, конечно, в первую очередь про своих солдат, а не про каких-то чужих. Поскольку сериал «Обещание» – это сериал прежде всего о дружбе, о мужской солидарности, о любви к родине, ничего плохого он не проповедует. Никакой пан-тюркийской пропагандой, скажем так, сериал не занимается. Я бы назвала это чисто патриотическим кино, причем очень хорошего качества. Вопрос. Что слышно о ремейке сериала, как назвать эту любовь? Когда актеров начнут подбирать? Пока не слышно ничего. Но это неудивительно, поскольку сериал будет делать достаточно небольшая компания, и она не сможет тянуть много проектов одновременно. Сейчас у нее выходят два сериала. Это сериал «Кольцо» и сериал «Право на престол Абдул-Хамид». Они сейчас их ведут. И на третий сериал у них просто не хватит возможностей. Когда эти сериалы завершатся, скорее всего, будут делать уже и «Кнелл», то есть турецкий вариант «Кнелл». Когда это случится, скорее всего, в следующем сезоне. Вопрос. Должен был выйти сериал «Воспоминания Су». Скажите, он сейчас на стадии разработки? Периодически появляются какие-то слухи об этом сериале. Последний слух был, что там будет сниматься «Щаглар Эртугрул» и «Пынар Денис». Но это пока все еще осталось на уровне слухов, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть, что разработка идет, я не могу. Вопрос. Все актеры сбегают на Нетфликс. Турецким сериалам конец. На самом деле, Нетфликс не такая уж плохая вещь, как вы себе представляете. Нетфликс дает возможности развиваться турецким сериалам и выйти из кризиса, в котором они находятся. Прежде всего, кризис турецких сериалов связан с тем, что мы все прекрасно знаем. Это когда из-за рейтингов закрывается много хороших проектов, когда сериалы растянуты на два часа и показывают непонятно что, ни главных героев, смотреть достаточно скучно. Даже если главная линия очень интересная, но все эти бабушки, тетушки и все остальные дополнительные персонажи, они очень сильно мешают и вызывают раздражение. Не хватает денег, снимают за неделю два часа целой серии, а это очень изматывает актеров. Актеры, в конце концов, уже и говорить не могут, не то что играть. И вот эти все недостатки Нетфликс может убрать. Сериалы будут короче, они будут более логичными, актеры не будут так уставать, не будет лишней воды, не будет закрываться сериал из-за рейтингов. То есть в этом плане будет скорее лучше, а не хуже. И производить сериалы будут те же турки, турецкие продюсеры, которые договорятся с Нетфликс, Нетфликс будет их просто финансировать. Более того, сериалы турецкие, которые будут выпускаться под лейблом Нетфликс, увидят не только Турция, но и весь остальной мир. То есть популярность сериалов должна повыситься, а не понизиться. Я не думаю, что это плохо. Вопрос. Есть ли новые проекты у Али Эрсан Дуру? Али Эрсан Дуру после завершения сериала Султан моего сердца некоторое время сидел без работы, но его агент Энгина Иконат нашел возможность пристроить его в сериал Возрожденный Эртугру, который является самым популярным сериалом Турции. То есть сейчас он неплохо устроился. Что будет с ним дальше, неизвестно. Его карьера развивается не так активно, как у других подопечных Айконата. Но я думаю, без работы он точно не останется и что-нибудь ему подходящее Энгин найдет. Вопрос. А вы смотрите турецкие сериалы? Если да, то какие? У меня не так много времени, чтобы смотреть турецкие сериалы все, поэтому я предпочитаю смотреть первые серии всех сериалов, которые выходят. Это позволяет мне быть в курсе, что и где снимают, и о чем идет речь в сериалах. Но в основном смотрю два сейчас проекта. Это Возрожденный Эртугру и Чукур. На лето я планирую посмотреть еще несколько сериалов, когда будет посвободнее и время появится. Это Чукурова, Женщина, Кара Денис. Ну и посмотрим что-то еще возможное. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о сериале Фи Чи Пи. Почему его называют турецкий ситком? А также о третьем сезоне. Я так поняла, что у названия сериала положено три сезона. Первый Фи, второй Чи и третий Пи. Дело в том, что сериал был создан по книге. Это трилогия. Как раз первая книга Фи, вторая Чи, третья Пи. И действительно, первоначально предполагалось три сезона сделать. Но затем Пуху ТВ понял, что сериал слишком дорогой в производстве и не так уж он популярен. Как они представляли, они завышали очень сильно цифры сериала и поэтому сократили до двух сезонов. То есть третьего сезона уже не будет. Что касается, почему его называют турецкий ситком, я не знаю, кто это называет. Это не соответствует действительности от слова вообще. В Турции действительно есть сериалы, которые можно считать ситкомами. Например, это Элита или Пусть дети не услышат. Но Фи Чи Пи к такому жанру совершенно не относятся. Вопрос Снимают ли в Турции фильмы и сериалы для детей? Или их сразу подсаживают на взрослые, чтобы рейтинги росли? Рейтинги – это просто показатель аудитории. Вернее, интереса аудитории. Никто никого никуда не подсаживает, чтобы что-то росло. Это вы совершенно не так воспринимаете рейтинги, как обстоят дела на самом деле. Да, в Турции снимают сериалы для детей и они пользуются популярностью. Кстати, не только турецкие сериалы и мультфильмы пользуются популярностью. Например, в Турции очень любят Машу и Медведя. Российского он пользуется очень большой популярностью у турецкой аудитории. Вопрос Скажите, по какой причине расстались Дилан Чичек, Денис и Фуркан Андыч? О причине могут сказать только они сами. Я не могу вам объяснить, что там случилось. Но я знаю, что они расстались с друзьями и в хороших отношениях до сих пор находятся. То есть без скандалов и каких-то выяснений о громких отношениях. Вопрос Скажите, пожалуйста, почему закрылся сериал «Долина волков»? Дело в том, что «Долина волков» был очень дорог в производстве. А сейчас времена кризиса и деньги каналы дают неохотно. Когда сериал дорог в производстве, даже хорошие рейтинги – это мало. Нужно суперрейтинги. Видимо, каналы посчитали, что они не могут гарантировать именно эти суперрейтинги, поэтому сериал и решено было закрыть. Вопрос Как сейчас Джан Яман? Я слышала, ему сделали операцию на глаза. Будет ли продолжение ранней пташки? С Джаном все хорошо. И мы действительно сделали операцию автоматологическую. Он поправляется, пока он носит очки от солнца, помогающие ему восстановить зрение. И снимается в сериале. Продолжение будет уже на этой неделе. Вопрос Я соболезную Ханде Эрчель. Она потеряла мать. А скажите, что будет с ее сериалом? Будет ли она сниматься дальше? Действительно, Ханде пережила очень сложное время. Маме было всего 48 лет. Для нее это очень тяжелый удар. Но она решила работать дальше. Тем более, что в исламе не принято держать траур. 40 дней или год – это нельзя делать. На самом деле, траур держат 3 дня. Ханде решила не подводить в съемочную группу сериала, которая ее очень поддерживала во время болезни мамы. Она вернулась на съемки. Она продолжает сниматься сейчас. И уже в следующих сериях ее будут показывать больше. Есть ли турецкие сериалы на гей-тему? Нет. Таких сериалов нет. Иногда показывают намеки на то, что какой-то персонаж имеет нетрадиционную ориентацию. Но это только намеки. Ничего больше этого нет и быть не может, поскольку цензура все-таки в Турции существует и подобные темы затрагивать нельзя. Вопрос. Закрыли ли сериал «Воин»? Нет, не закрыли. Сериал продолжает снимать. Но дело в том, что компания-производитель «Лайман Фильм» она постоянно висит на волоске. С ней постоянно что-то не так. Их менеджмент настолько непонятен и настолько глуп, что хорошие показатели компании, у которой два хита, больших хита, это «Воин» и «Двор», они умудрились все эти показатели превратить в банкротство. И фактически «Лайман Фильм» вечно находится на грани банкротства. То есть сейчас они снимают, завтра, может быть, они вообще обанкротятся. Сказать, что там будет дальше, я не могу. Но сам по себе сериал хит. Вопрос. Чем сейчас занята Неслихана Тагюль? Если вы имеете в виду сериалы, то у нее нет новых проектов, пока ничего не известно. И нет даже намеков на то, что она может вернуться в сериалы. То есть она домохозяйка, скажем так. Ну и, естественно, какие-то рекламные контракты, которые у нее есть, она соблюдает. Вопрос. Есть ли сериалы, которые закрылись хорошими рейтингами? Ведь можно шикарно уходить и сохранить статус сериала. Или последние низкие рейтинги не имеют значения? Турецкие сериалы – это чисто коммерческий продукт. Коммерческий продукт делается до того момента, пока он покупается. Как только спрос падает, его закрывают. Закрыть сериал с хорошим рейтингом означает зарезать курицу, несущую золотые яйца. Это очень редко делается. И для этого нужны очень серьезные причины. Первая и основная причина – это ушел какой-то актер, который был ключевым в сериале. И тогда его закрывают, потому что продолжать дальше нет возможности. Знают и так, что рейтинги упадут. Так случилось вовнутри, когда Чат Айлусу решил уйти. И компания Айяпым сделала большой финал на хороших рейтингах. Вторая причина – это сериал делается по книге. И книга заканчивается. Можно снимать дальше, но есть огромный риск, что рейтинги упадут. Поэтому приходится заканчивать даже при очень хороших рейтингах. Такой пример – это запретная любовь. Она делалась по книге, причем сама книга писалась по реальным событиям. Поэтому хотите, не хотите, а пришлось закрывать. И рейтинг у последней серии был самым большим в истории турецкого телевидения. Заканчивался хорошо «Великолепный век». Это, конечно, не по книге, но все-таки 4 сезона, и в 4 сезоне Султан умирает. Продлевать бесконечную его жизнь тоже не получится. Но, как мы знаем, Тимур Сабжи все-таки попытался продолжить сериал дальше, сделать другой сериал про новых султанов, новых султанш, и это уже не получилось. Дальше в чем вина Фатмагуль? Закрыли очень на хороших рейтингах, просто потому, что история закончилась. Но на самом деле Фатмагуль была сделана на основе фильма. А фильм был тоже основан на реальных событиях. Опять же, делать продолжение в этом случае не имеет смысла. Листопад. Опять же, закрыли на очень хороших рейтингах, и опять в основе книга. Книга закончилась, дальше снимать не имеет смысла. Во всех остальных случаях турецкие продюсеры выжимают из сериала все, что только возможно, и заканчивают только тогда, когда уже интерес аудитории падает. Поэтому последние рейтинги значения уже не имеют. Главное, чтобы был интерес к сериалу на протяжении 1-2 сезонов, тогда он считается супер-хитом. Или хитом, просто это уже зависит от того, какой у него рейтинг, средний или большой. Вопрос. Что мешает Кыванчу Татлатугу удержать статус супер-звезды, и почему его карьера идет, как вы говорите, по затухающей? Что мешает, я не могу точно сказать. Я вижу только факт. Его самые большие хиты это «Серебро. Запретная любовь». Там действительно супер-хит, который дал ему статус в турдизе. Все остальные последующие работы постепенно становятся все менее и менее популярными. Может быть, не умеет выбрать правильно проект. Он слишком часто и много работает с Керемом Четаем. Это главный продюсер компании Айяпым. А у Айяпы в последнее время провалы один за другим идут. У них только один хит. Сейчас это «Чукур». Остальные сериалы шли неважно. И часто их закрывают из-за рейтинга в последнее время. Возможно, надо было пересмотреть свою политику, поработать с другими компаниями, попробовать другие персонажи. Может быть, было бы лучше. Но пока мы имеем, что имеем. Действительно, карьера Киванча идет куда-то вниз. Хотя его по-прежнему любят. Его любят зрители турецкие. И его фильм «Давай же, сынок!» хорошо прошел в прокате. То есть, свой статус суперзвезды Киванч не утратил. Но, тем не менее, попробовать что-то другое, изменить каким-то образом радикально свою карьеру, ему не помешает. Например, уйти на Netflix. Поработать уже с американской компанией, я думаю, для него это будет большим шагом в карьере. Вопрос. Юсуф Агюн звезда или нет? Нет, Юсуф не звезда. Он начинал карьеру очень громко. Снялся в одной из главных ролей в сериале «Я назвала ее Фериха». Ему предрекали хорошее будущее, поскольку актер он хороший. Но затем случился скандал с наркотиками, как вы знаете. И если у Чаатая Улусуя на карьере это не очень сказалось, слишком большой талант, слишком большая звезда, и ему это не очень повредило, то для Юсуфа этот скандал оказался роковым. И больше он в суперхитах. Где-то в хороших ролях его просто не брали, и он не светился нигде. Сейчас он снимается на небольших ролях в сериалах. Вопрос. Закроют ли сериал столкновения? У сериала столкновения будет приблизительно 26 серий и его закроют в мае. В конце мая, если не упадут рейтинги. Если вдруг рейтинг обвалится, могут закрыть и раньше, но пока план такой, что дотянуть его до мая. Вопрос. Какие рейтинги были у сериала «Великолепный век» и почему его перенесли с шоу ТВ на Старт ТВ? Почему перенесли с шоу ТВ на Старт ТВ очень просто. Старт ТВ дал больше денег. Кто больше платит, к тому и пойдет. Что касается рейтингов. Средний рейтинг сериала за все время показа 11,42% в тотале. В АБ немного выше 12,94%. Первый сезон был самым успешным. Рейтинги сериала доходили до 18%. Затем они немного сползли вниз. И второй, третий и четвертый сезон они были приблизительно 10, 11, 12%. В таких рамках он колебался уже до конца показа. И закончился он приблизительно с 10% рейтинга. Последняя серия имела в общем-то очень хороший рейтинг. Если принять во внимание, что летом обычно аудитория уходит у сериалов всех. И «Великолепный век» тут не исключение. Было 9,5%. Итак, друзья, этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам за внимание. Как всегда, я не смогла осветить все вопросы, которые вы задавали. Постараюсь найти на них ответы в следующий раз. Всего вам хорошего и до встречи в следующий вторник. Субтитры подогнали Симон.